Инфографика. Такое модное современное слово. Кажется, что на фоне текстовых, унылых, одинаковых новостных сообщений именно инфографика привлечет внимание читателя и пользователя. И что в результате мы получаем? Мы получаем красивенькую картинку, крупненько написанная циферка, и это называется инфографикой? Нет, друзья, давайте разбираться с самого начала. Сила медиа! Сила медиа! Сила медиа! Есть принципиальное отличие инфографики от красивеньких открыточек в виде PNG-шки или JPEG-а. Инфографика всегда основана на данных. Если у вас нет таблички с циферками, вы не можете сделать инфографику. Это у вас может получиться открытка, может получиться иллюстрация, может получиться какой-нибудь слайдик в презентацию, все что угодно, только не называйте, пожалуйста, эти открыточки инфографикой. Инфографика – это визуальное представление данных, это определение инфографики. Следовательно, для того, чтобы нам эту инфографику создать, любого типа, их огромное количество этих видов инфографик, мы постепенно разберемся с каждым из них. Но для того, чтобы эту инфографику создать, вам изначально нужно иметь таблицу с данными. Давайте на самом простом примере. Линейный график – это то, что вам наверняка попадалось и в жизни, и на уроках математики. У нас есть система координат, у нас есть точки, и у нас есть линия, которая соединяет эти точки. Что нужно для того, чтобы линейный график создать? Что должно быть в этой таблице для того, чтобы у нас получилась такая инфографика? В первую очередь, линейный график показывает изменение одного показателя с течением времени. Следовательно, у нас в таблице должно быть даты, желательно через регулярный промежуток времени, и показатели какого-то явления, какого-то критерия. Давайте, чтобы совсем конкретно было, и возьмем, как изменялось количество шагов, которые проходила Оксана в течение месяца. Мы берем шагомер, мы берем оттуда данные, в какой день, сколько я проходила шагов. Сейчас будет палево, сейчас будет капец-капец какой график. И мы ставим эти точки. Вот в один день прошла тысячу шагов, в другой день я прошла там две с половиной тысячи, в следующий 12 тысяч был прекрасный гулятельный день. И для того, чтобы мы соединяем эти точки графиком, и получаем, собственно, как развивалась, как шла динамика этого показателя. Один показатель с течением времени. Совсем другой график, совсем другая диаграмма получается, если мы делаем инфографику в виде круговой диаграммы. Вот если для линейного графика нам не нужно знать 100% всего того, что происходило, да, все данные, 100% цифр, то для создания круговой диаграммы нам в обязательном порядке нужно иметь данные, которые в совокупности собираются в 100%. Самый простой способ, как объясняют всегда в школе, объясняют круговую диаграмму, это пицца. У нас есть круговая пицца, мы ее поделили напополам, получилось 50% с одной стороны, 50% с другой стороны. Поделили на 4 части, поделили на 16 частей, и, собственно, таким образом объясняется вот этот вот круг. То же самое, абсолютно круговая диаграмма, правда, на английском языке она называется не пицца-диаграмма, а pie chart, пирог, там почему-то пироги круглые у них. И, значит, вот такая пирожковая диаграмма у нас получается. Какие же данные нам нужны для того, чтобы сделать круговую диаграмму? Ну, например, если я возьму все материалы своего сайта «Сделано медиа» и посмотрю посещаемость всех этих материалов за месяц. Вот 100% это вся посещаемость всего сайта. Какая доля из них пришлась на материал про то, как делать виртуального диктора? Какая часть из этих посетителей заинтересовалась, что такое 51-я статья Конституции? Какая часть из пользователей этого сайта пришла на страницу, как сделать круговую диаграмму? Все эти материалы есть, они составляют, посещаемость этих материалов составляет часть из общего целого. И я могу смотреть, какой материал более популярный, который менее популярный. Но в целом я вижу картину по всему сайту. Не бывает круговых диаграмм, в основе которых не лежит таблица с данными. Не бывает линейных графиков, в основе которых не лежит таблица с данными. Поэтому сначала мы учимся собирать данные в табличку. Сначала мы учимся проверять достоверность этих данных. И затем только переходим к сервисам, которые позволяют нам визуализировать и делать красивые картинки, яркие, расставлять точечки и писать веселые легенды к этим графикам. Поэтому, если кто-нибудь когда-нибудь вам скажет, что инфографика это открыточка, мы открыли 18 библиотек, не верьте. Инфографика будет в этом случае только если вы показываете динамику, сколько библиотек открывалось с течением времени. Или вы сделаете круговую диаграмму, что все библиотеки города, их 64, открыли две новых. Это вот такое-то количество дополнений, такая часть этого большого круга. Будьте внимательны, используйте термины мультимедийные правильно и тренируйтесь.